Итак, всем здрасте, товарищи Гамарджо Багинацвали, и приветствую всех поклонников Хвичи Кварацкелии, который вместе со своим футбольным клубом Наполи прошел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, и недавно узнал своего соперника, им оказался Милан. И здесь хотелось бы сразу отметить, что многие, многие болельщики посчитали подобный жребий нечестным, дескать, Наполи чуть ли не тянут как можно дальше в рамках Лиги Чемпионов. Сперва Айнтрахт в 1-8 финала, ну, объективно говоря, один из самых удобных соперников, наверное, в рамках плей-офф, ну, а потом Милан. И здесь мне хотелось бы высказаться, во-первых, касательно вот этой темы, того, насколько честно Наполи получает своих соперников, а во-вторых, касательно того, какие шансы есть у Квары и Наполи пройти в полуфинал, что было бы, конечно, фантастическим достижением для Неаполитанского клуба. Давайте это все сейчас и разберем. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть еще один YouTube-канал, который посвящен кино и сериалам. В свое время я его, к сожалению, забросил, но сейчас стараюсь регулярно выпускать новый контент. Я делаю обзоры на последние фильмы, а также сериалы, например, на Король и Шут, The Last of Us или новенькую Черную Пантеру, ну и плюс к этому обсуждаю последние новости из мира кино, например, премию Оскар, кому она досталась, почему и так далее. Ну и плюс к этому здесь будут проводиться стримы на киношную и сериальную тематику. Так что, если вас интересуют фильмы, сериалы и мое мнение о них, то проходите по ссылочке в описании. Жду вас на своем втором канале. Итак, во-первых, касательно честности и нечестности жребия, и касательно того, что многие считают, что Наполи каким-то образом пытаются вытянуть в рамках плей-офф Лиги Чемпионов. Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что да, у Наполи не самый сложный путь пока что. Айнтрахт и теперь Милан — это не Манчестер Сити, это не Реал или там Бавария или ПСЖ, то есть условно это не такие грозные по имени соперники, но это и не самые простые, которые могли достаться. И если вспоминать 1-8 финал, ну там мог достаться Брюген, например, который, на мой взгляд, в сравнении с Айнтрах там все-таки несколько проигрывает в масштабности, в звездности состава и так далее. Ну а в 1-4 финале Милан, ну да, условно это не такой грозный оппонент, как некоторые другие, но Бенфика, на мой взгляд, сейчас могла бы быть более уязвимой для неаполитанского коллектива, потому что Милан все-таки играет с Наполи в одном чемпионате, он знает более-менее, как сопротивляться вот этой машине Лучано с Палетти, а Бенфика, ну, здесь уже им пришлось бы очень тяжело. Ну и к тому же мы должны понимать, что если уж говорить о Наполи, то они в групповой стадии вполне себе неплохо бились с тем же самым Ливерпулем. И здесь, мне кажется, после тех самых матчей с Мерсисайдсами в рамках Лиги Чемпионов как-то странно говорить о том, что Наполи может, типа, проходить только простых соперников. Нет, они и самых сложных оппонентов тоже способны проходить. Поэтому здесь, ну, не знаю, на чем основаны все эти домыслы касательно того, что Наполи пытаются как-то вытянуть и протащить в следующие стадии. Ну и давайте теперь уже поближе к теме. Касательно Милана. Разумеется, это не самый плохой жребий для неаполитанцев. И Милан — это, во-первых, команда, которая сейчас проводит не такой сильный сезон. Милан сейчас выглядит не так здорово, как год назад. Ну, понятное дело, посмотрите на турнирную таблицу. И сейчас у Милана есть проблемы и с обоймой, и много потерь. Есть игроки, которые кто-то постарел, кто-то просто сдал позиции. Поэтому сейчас Милан — это, конечно, более проходимый оппонент, чем раньше. Но мы должны понимать то, что я уже отметил. Милан прекрасно знаком с Наполи. Милан — это команда Пьоли. А Пьоли умеет выстраиваться под конкретного соперника. Этот тренер умеет переигрывать в конкретном матче конкретного оппонента. И даже если вспоминать нынешний Наполи, который сокрушает всех, и Милан, который выглядит так себе. Ну, вспомните в первом круге, какой был результат 2-1 Наполи выиграл. И это при том, что там по-разному мог сложиться матч. Так что здесь говорить о том, что это какой-то легкий жребий не стоит. И всем очевидно, что предстоит очень тяжелая игра. В том числе и персонально для Хвичи. Просто напомню, в первой встрече с Миланом в рамках текущего сезона, в первом круге серии А, Кварацхелия не смог отметься ни голом, ни голевой передачей. Сыграл он неплохо, но, опять же, это и не лучший его матч был. И в той встрече Пьоли и Милан показали свое умение закрывать конкретного оппонента и держать максимально плотно конкретных звездных футболистов соперника. Кварацхелии в той встрече было очень нелегко. Поэтому здесь предстоит настоящее испытание. И в контексте того, что некоторые болельщики критикуют Кварацхелию за матчи против Айнтрахта, дескать, он там сыграл не на своем максимуме, сейчас на него еще и ляжет определенный психологический груз ответственности. Так что тут ни Наполе, ни Кваре не будет легко. И, разумеется, мы должны учитывать то, что Милан это команда итальянская, которая умеет уходить в оборону, вставать, ну, можно сказать, и в автобус в каких-то моментах и держаться до последней капли крови. А фланги обороны Милана с Тео, Эрнандесом и всеми остальными это позиция, которую можно считать одной из лучших. Да и вообще оборона у Милана на самом деле неплохая по именам, по фамилиям и периодически неплохо работать в плане организации. То есть тут упереться в защите Милан может. И учитывая то, что Наполе сейчас это лидер серии А и один из потенциальных, так скажем, фаворитов Лиги Чемпионов, здесь Милан, скорее всего, не полетит вперед с атакой и с шашками на голову. Скорее всего, Милан будет держаться очень осторожно, очень компактно и в рамках такого футбола Кварацхеле будет тяжело показать свою скорость, свой дриблинг, предстоит играть против очень неприятного оппонента, поэтому, на мой взгляд, перед Хвичей и перед всем Наполе встает очень серьезная задача. И для того, чтобы проробиться в полуфинал, придется как следует попотеть. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!